Есть миф про лихие 90-е. А как жилось вам в то время? Было в шарамах. Отлично жили. Нет, весело было, интересно. Зарплата была по 4 месяца задержка. С беременной женой ходили и дрались за зарплату. Зарплату привезут на 20 человек. 500 в очереди. На 3-4 работах подрабатываешь. Это плохо. Как родителям зарплату по полгода не давали? Помним. Денег, наверное, особо не было, потому что у меня была стипендия и заработок в реанимации. Я отдавала родителям, заводу не платили. Родителям какую-то фиксированную сумму выплачивали небольшую. Месяц. Потом завод рассчитался уже годы спустя. Лишних районников не было, это точно. Друзья у нас были уже какие-то предприниматели, дети друзей. И по ним было видно, что живут они намного лучше. Нам нормально жилось. У меня ребенок был маленький, папа работал. Вот как раз тогда открывались бизнесы. Все вроде было удачно. У нас в районе была девочка, которая была бомжом, вроде как ходила круглый год в визитных сапагах. И в воде одну прекрасную зимнюю ночь замерзла на пустыре. Не знаю, все говорят, что вот, хотим вернуться. Не знаю. У нас семья большая была, и я не хочу туда возвращаться. Нам было очень тяжело жить. Да вроде нормально жилось. В 90-е? Да. А сколько ж мне было в 90-х-то? Я уже старенькая. Я интересуюсь многими людьми, которые в то время активны были. Там, например, Егор Летов, Лимонов. Как обычно, такие времена порождают интересных людей. Так что что-то хорошее в этом есть. Мне, наверное, повезло, потому что я была ребенком. И, соответственно, все сложности, которые были в жизни, это решали родители. Но я помню, что в 92-м году я жила не в России, а в Азербайджане. И тогда там тоже какие-то распри были. И я помню, что когда я шла в школу, меня кидали камнями, потому что я русская. И вот это осталось со мной на всю жизнь. Просто я не знаю, что конкретно было в России тогда, в те времена. Но русских там однозначно не любили. Нормально, комфортно нам было, интересно. Время тяжелое было. Но мы были молоды, и нам было хорошо. А сейчас у нас есть и зарплата. А все равно смысл жизни уже не тот. Ваша семья голодала в 90-е? Нет, не голодали. На одной картошке сидели. Но я не могу сказать, что мы голодали. На еду хватало. Нет, такого не было. У нас же огород, как-никак. Плюс мама работала в части военной, там был паек. Но я помню прекрасно, как нам давали помощь американскую. Помню только вот эти талоны, когда выдавали. И то смутно помню, вообще прям смутно. Зарплаты, конечно, сократили. Но конкретно у меня не было такой проблемы. Я жила нормально. Если свое хозяйство в деревне, то тогда еще мы выживали. А когда семьей с большой, у нас вот пятеро детей, в городе, конечно, было тяжело. Ну, конечно, не знаешь, на Новый год будет у тебя хлеб на столе или нет? По рассказам вроде как нет, но было около того. Нет, не голодали. У нас была возможность, у нас был свой участок мичуринский. Продукты были. Я 92-го года рождения. Я не помню такого, чтобы мы голодали. Только в учебниках по истории, как будто бы об этом читала. Что-то говорили, еду там по талонам выдавали. Мы сытно жили. Когда было страшнее, в 90-е или сейчас? Вообще весело было. Сейчас скучно. Я не знаю, значит, страшнее. Сейчас-то что страшнее? Сейчас вообще безопасно, вот ходишь. Все зелено, все спокойно, все хорошо. А тогда и бандиты были. Вы, может, помните, все в решетки залезли, да? Все, везде было, железо, решетки. Страшно не было сильно так, как бы? Конечно, было страшно. Сейчас зарплата стабильная, уверена в завтрашнем дне. Страшно, конечно, всегда неопределенность есть. Она и сейчас есть неопределенность. Сейчас, наверное, чтобы только сильно война не началась большая такая страшная. Хочется, чтобы все закончилось и все. Сейчас страшно. Сейчас страшно. Я не буду углубляться в эту тему. Теперь страшно за будущее наших детей, внуков. Сейчас, да, мы очень волнуемся. Тогда бесстрашные были молодые подростки. Сейчас за детей боимся, потому что кажется, что сейчас другое поколение, сейчас страшнее жить. Ну, если бояться, то страшно всегда. Когда молодой, мне кажется, нормально это все воспринимается. Потому что, вот посмотрите на столетних ветеранов, как они вспоминают молодость и войну. Они даже там находят что-то хорошее. Потому что они были молодые. У нас бабушка, ей вот сейчас царства небесного нет, ей было 91 год, она говорила, что сейчас не жить. Пенсию дают, в квартире тепло, войны нет. Для того поколения вообще самое страшное это было. Ну, иногда, когда телевизор смотрели, жутковато. Но я с телевизором завязала очень быстро. Потому что я поняла, что телевизора много, его весь не пересмотришь, а семья у меня одна.